В кинотеатре России открылся 43-й Московский международный кинофестиваль. Портал Москва-Баку посетил церемонию открытия фестиваля, который стал первым крупным светским мероприятием. После отмены многих ограничений, по традиции, звездные гости фестиваля прошли по красной дорожке, позируя перед фотографами в своих оригинальных образах. Несмотря на прохладный весенний вечер, дамы все же обнажили плечи и показали глубокие разрезы до бедра. Наряды у всех дам были не просто красивые, но и достаточно откровенными. Даже супруга Никиты Михалкова, Татьяна Михалкова, президент благотворительного фонда «Русский силуэт», вышла на красную дорожку в элегантном черном платье с очень глубоким разрезом. Это протест в нашей весенней погоде, но нам не холодно. Это, кстати, следующий вопрос. Почему прохладно? Прохладно, но не холодно. Мы ждем весну, мы уже к ней готовы и ждем сегодняшних премьер, точнее премьеров. И в предвкушении. Когда красная дорожка, столько камер, сразу становится тепло в таком красивом месте. Поэтому нет. Мужчина, делась на мастер? Да, вы все оценили мой наряд. Спасибо, как и вы тоже заметили. Я ужасная мерзлячка. Я так переживала, говорю, давай я пойду в пальто. Мне заплетело идти в пальто, и мне не холодно почему-то. Это Гард. Это Наталья Гард. Очень я ее люблю. Она очень сама красивая, невероятно. И очень у нее вещи такие, особенно, на мой взгляд, очень элегантные. Я вот съела шоколад в машине. Очень мне хотелось шоколадку, я съела огромную шоколадку в машине. Теперь я вынуждена прикрываться сумочкой, как дурочка. Мне понравилось, да. Ну, я бы говорил, такие комплименты, которые лучше не произносить вслух. Да, это место, которое как раз было комплиментарное, приходится закрывать. Потому что наел шоколад. Ксюша раскрыла все карты. Образ от русского дизайнера Е. Кубович. Долго подмирали? На самом деле, это был единственный наряд, который я сразу же поняла, что это мой. Можешь, когда увидели вас в этом наряде, какой комплимент стал, если же нет? Я сказал, да. Потому что у меня спрашивали, да или нет, я сказал, да. Я думаю, что это был тот самый комплимент. Я одета в российский бренд, называется Эдем. Вообще, я очень часто одеваюсь в эту марку, люблю. И вообще, я чаще, я заметила, я чаще стала носить российскую одежду. И не только на красной дорожке, потому что ее проще взять. Это не секрет, что артистам дают на выходы наряды, ну, бессмысленно покупать одно платье, роскошное, вечернее на один раз. Но я и стала покупать повседневную одежду у российских брендов. Вообще, российские дизайнеры, мне кажется, одни из лучших в мире. Первый раз в жизни, скажу честно, выбору наряда не уделила такое большое количество времени, как обычно. Я обычно, там, недели за три уже начинаю подготовку, а тут как-то работа, семья, и, в общем, все, и закрутилось. Поэтому платье мне появилось за два часа до выхода на красную ковровую дорожку. Но, как бы, я отдала предпочтение классике, черный. И это, на самом деле, у меня и в гардеробе очень много черного. И, мне кажется, это такой беспроигрышный вариант. Вы знаете, мне просто повезло. Я вам скажу, как я выбирала наряд. Просто я снимаю в сериале «Содержанки». Нашим партнером является Меркури. И часто мы, как бы, художница по костюмам Наталья Каневская обращалась к ним, да, и мы как-то очень подружились. Поэтому они мне предоставили и платье Тома Форда. Кстати, на открытии прошлого фестиваля я тоже была в платье Тома Форд. Они почему-то на меня вот садятся, именно Тома Форд мне очень нравится. И поэтому, значит, вот я как-то, да, благодарна Меркури именно вот за это сотрудничество, которое плавно перетекло в жизнь. И пока дамы демонстрировали свои наряды, а мужчины делали им комплименты, члены жюри ждали начала первого показа. Кстати, в этом году в состав жюри был приглашен сербский актер Милаш Бикович, полюбившийся российскому и азербайджанскому зрителю за роль Муслима Магомаева в одноименном фильме. У меня как раз ожиданий нет. Я хочу, чтобы меня удивили, чтобы я пришел чистого глаза, чистого сердца. Организаторы устроили сюрприз для москвичей. В этот раз на фестиваль приехала турецкая звезда великолепного века Мирьям Узрыли, известная по роли Хюрем Султан, жены османского правителя Сулейман Великого. В России эта киносага пользуется огромной популярностью. Актриса в приподнятом настроении пообщалась с журналистами. В интервью «Москва-Баку» Мирьям передала привет Азербайджану и призналась в любви к нему. Я никогда не была в Азербайджане, но очень хотела бы приехать. Там очень гостеприимные и доброжелательные люди. Совсем скоро, с деловым партнером, мы планируем в ближайшее время поехать в Азербайджан. Я знаю, что там любят меня, и я хотела бы увидеть всех, поздороваться и передать всем привет. Скоро поеду в Азербайджан. Привет, Азербайджан! Это Мирьям. Я тебя люблю, я тебя покажу, и, надеюсь, мы увидимся скоро. В своей любви к Азербайджану на фестивале признавались и российские звезды, мечтая сменить холодную Москву на солнечный Баку. Конечно, я проводила там русский силуэт, вернее, даже азербайджанский силуэт. Там потрясающие дизайнеры, и очень я рада, что много приезжает фильмов не только из-за границы, но вот из Азербайджана. У меня отец родом из Баку, с чем ассоциируется, с чему может ассоциироваться море, тепло и со спокойствием. Баку, кстати, очень хорошо, я очень люблю этот город. Я, к сожалению, да, я, к сожалению, так и не доехал ни разу до Баку, но надеюсь, что скоро, скоро буду там. Я была там маленькая, и у меня абсолютно, вот вы сказали, Азербайджан, и у меня вкус сразу. То есть это море, потому что я была маленькая, когда линком там гастролировала. Это запах моря, горячего песка и вкус вот эти вот такие стаканчики чая, такой терпкий, черный, и лепестки, и варенье из лепестков роз. Хотела бы и в Баку, и на море. Хотела бы быть где тепло, конечно. Я бы очень хотела. Мне кажется, с фруктами, с улыбчивыми людьми и с теплом, конечно же, и с красивой архитектурой необычной. Азербайджан, мы, поскольку родом из Советского Союза, то в свое время приходилось достаточно много бывать в наших дружественных республиках, странах. Ну, всегда Азербайджан проживал своим гостеприимством, всегда проживал своим солнцем, да, любовью. Но надеюсь, что вот этот посыл, заряд, он до сих пор остался, и для культуры границ не существует. Я надеюсь, что мы это все поймем и увидим. 43-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля. В рамках фестиваля будут показаны десятки художественных и документальных фильмов, как российских, так и зарубежных режиссеров. Посетить показы может каждый желающий. Финалом фестиваля станет не менее красочная и яркая на гостей красная дорожка.